Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Это музыкальная среда. А это значит, что в нашем эфире будет много хорошей музыки и, конечно же, великолепные талантливые гости. Коллектив, который сегодня приехал к нам в гости, можно по праву назвать легендарным. Вот только некоторые факты о нем. Был образован в 1934 году и основателем стал местный лекарь. На тот момент в коллективе было ни много ни мало – 40 человек. В 1984 году коллектив получил звание «Народный», а в репертуаре было порядка 170 разножанровых произведений. И еще один интересный факт. В этом коллективе работал легендарный народный артист Беларуси Михаил Павлович Дриневский. Друзья, великолепные артисты фольклорного коллектива «Танежанка» сегодня у нас в гостях. Давайте их приветствовать. ПЕСНЯ 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 Народный фольклорный коллектив «Танежанка» сегодня у нас в гостях о музыке, традициях и не только пойдет разговор в нашем эфире. Я с огромным удовольствием спешу представить моих гостей. Тамара Ивановна Приболовец, руководитель народного фольклорного коллектива «Танежанка» и Мария Ивановна Карась. ПЕСНЯ Расскажите, а с чего начиналась «Танежанка»? А если вот обратиться к истории, я уже в начале программы сказал, что основателем был местный лекарь. Как так получилось, что не собиратель народного фольклора, а именно лекарь стал основателем коллектива? Специалистов не было. И просто человек, который любил песню, он стал организовывать. И организовал этот хор Пухоленко. Он даже не местный, не Тоницкий, он приехал. Даже все вот по сведениям наших старейших участников сказали, что он из Гомеля был родом. А направили просто на работу. И он организовал хор. Было тогда около 40 человек в хоре. А сохранились ли сведения? Как собирался хор? Кто были эти 40 человек? Как подбирались? По голосам или просто по желанию? По желанию людей шли. Тогда аж не было, чтобы кто-то знал нотную грамоту. И шли те, которые могут спевать. И которые любил песню. Вот он и шел в этот коллектив. Мария Ивановна, вы если что дополняете? Не стесняйтесь. Да не буду, конечно, дополнять. Ну, Тамара Ивановна руководитель, она вообще это знает. Ну, я так понимаю, хранитель истории. Ну, да. Правда ли, что в какой-то момент, ну, скажем так, с 1934 года коллектив развивался, гастролировал, собирал аудиторию, становился все популярнее. И в какой-то момент произошла такая ситуация, что коллектив оказался на грани распада. Просто одно время менялися, уже после войны коллектив возобновился. И менялися руководители клубного учреждения. Уже был Дом культуры, деревянный в Тонежах. Уже был один специалист. И, знаете, что, ну, как сказать вам? Ну, менялися работники. Да, пробил трошки, оставил работу. Да, оставил работу. Пошел другие робить. Треть. И вот... Как говорится, была текучка кадров. Да, текучка кадров. И этот коллектив разошелся все равно. Хорошо. А куда делся основатель Прокор Пухоленко? Он уехал. Создал коллектив? И ребята занимаетесь дальше сами и поехал? Да. И он уехал. Уехал обратно в Гомель или об этом? Мы этого не знаем. Это мы не знаем, конкретно. Он до конца не работал уже в Тонежах. 1975 год. Тамара Ивановна, ведь именно в то время вы пришли на работу в Тонежский сельский клуб. Расскажите. Я пришла на работу в 70-м году. После распределения меня отправили в Лельчицкий район. Я попала в деревню Симонича вначале на работу. Там я поработала один месяц, один год. И меня отправили... Раньше не ГЦК был, а РДК. Меня отправили в РДК. И вот с РДК, я уже, считайте, собирала коллектив, который остался маленький. Надо было ехать на 7-й конгресс в Москву. Я проезжала в Тонеже. Я заранее уже познакомилась с этими участниками, старейшими. Первым составом этих людей. Это Венгургалина была, Сафонова. Перечислять я, конечно, не буду вас. Я могу перечислить, кто был. Просто я к тому, что коллектив вроде бы как был на грани распада, но Костяк, основной состав, золотой состав остался. Которые действительно любили петь, которые знали очень много песен, которые передали нам эти песни. Тогда были полевые бригады. Я пошла в полевую бригаду к женщинам, поговорила с ними. Пошла к механизаторам. Был колхоз с нас тогда еще. С механизаторами поговорила. И с нас в коллективе было 46 меня человек было. Это было 16 мужчин и 30 женщин в 1975 году. Был состав очень большой. И большинство были пары семейные. Вот моя мать ходила с батьком. Прибаловец Маруся со своим Тимофеевичем. Прибаловец Иваном. Галина тоже с Иваном. Да, прибаловец Галина, Дриневский. У нас с Дриневских три браты. Они все со своими женками тоже ходили. Женками ходили на этот самый уход. Такое было так престижно, что пошли спевать. Артисты. Но артисты всегда были в почете. Местные, так сказать, звезды. Так, так. Я считаю, что в Тонежах с каждого двора кто-то участвовал. Не было того двора, в котором бы не был человек. Все равно или женщина, или мужчина, или пара. Все участвовали, ходили в хор. Скажите, а вот уже когда пошел процесс восстановления, возобновления этого легендарного коллектива, кстати, он изначально назывался Тонежанка, или названия менялись? Раньше он Гурт назывался. А потом уже Тонежанка. Да. А теперь уже Тонежанка. Со временем определились, надо же назвать их. Гурт, это и есть Гурт. Назвали Тонежанка, потому что мы все с Тонежа. Так вот, много ли желающих было стать частью вашей хоровой семьи? Приходили ли сами люди с желанием, вот я хочу у вас петь? Ну, поглядя, что с соседом спевая, уже приходят и другие соседи с соседом. Всех принимали? Ну, конечно, всех принимали. Отбора у нас не было. Кто любил петь, все спевали. Состав возобновился, хор снова начал действовать. А помните ли ваше первое выступление уже в обновленном составе? Где и когда, как это было? Первое выступление у нас произошло, это уже в новом Доме культуры. Большая сцена. Представьте, столько людей выстроились. Видно, что это был коллектив, большой, хороший коллектив. Мы пели песню, говорили люди, соседи, и ту песню, которую мы сегодня спевали, «Таечку». Мы открывали этими номерами, которые еще с частными репертуарами, мы их возобновляем, и все равно мы их не тираем, мы их исполняем. Эта песня называется «Коля речки», «Реченьки, два дубочки». Да, а по тониске это «Таечка» была. Почему? Потому что, ну… Там про «Таечку». Там про «Таечку». «Таечка» – это девчинка. «Таечка» – это девчинка. «Таечка» на «Таечка» – растоечка. Это девочка. Давайте прямо сейчас эту песню послушаем, а после продолжим наш разговор. Давайте. Давайте. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Великолепная композиция, и впереди еще много таких же хороших душевных песен, но, конечно же, не менее душевных разговоров, потому что сегодня у нас в гостях фольклорный коллектив «Танежанка» из деревни Тонеж Лилического района Гомельской области. Продолжаем наш разговор. Вот вторую композицию мы уже за вечер послушали. Вот скажите, что такого особенного в творческом плане есть в Тонеже, ну, чего нету больше нигде, скажем, ну, на планете. Потому что мы исполняем все Тонежские песни, которые родились в Тонеже, и на которых мы выросли, и мы их чувствуем. Нет, я к тому, что, вот, как вы опишите, расскажете, в чем особенность Тонежского колорита? Может, в том, что напев у нас такие Тонежские, у нас даже говор с напевом. С напевом, да. И вот у нас песни душевные, и голоса у себя такие показывают усе грудные, от души. Вот разнятся даже вот у нас букча, слобода, мы одинаково спеваем. А уже чуть дальше, там где-то 20 километров, и уже чуть-чуть, но не то исполнение. А у нас как бы так вот люди выкладываются на полную силу, отдают песни в себе, всю себе, все, и голос. То есть Тонежский диалект, песнопение, ничем не спутаешь? Нет, мы даже и говорим, и себя не перестраиваем. Як говорим, так спеваем. 1986 год. Тонежанка получает звание народного коллектива. Расскажите, как это было? Ну, готовили программу специально, ездили в Гомель, и нам дали там звание народного. Защищали. Защищали мы это звание. Блин, много номеров было, на 300 минут было. Репертуар подготовили. И так мы за 6 лет. Огромнейшее же было. Огромнейшее же было. Волновались сильно? Ну, конечно. Ну, конечно. На каждом концерте, на каждом мероприятии есть волнение. Вот я хотел спросить, потому что перед съемками сегодняшней программы я заметил разговоры в коллективе, ну, артисты волнуются. Да, неужели? Вот все пожилые, все столько пропели, столько были везде, и все равно волнение какое-то остается. Не хочем подвести земляку своих. Мы же приехали показать свой тонеж. Так вот, стараемся. И уже какое-то волнение есть, хотя бы не спортить. Это точно, да. Так, наверное, у каждого артиста. Мы, кстати, тоже перед эфиром немножко волнуемся, но это я вам сказал по секрету. Мария Ивановна, Если у меня верная информация, то вы одна из немногих, кто поет в Танежанке с момента ее, ну, скажем так, второго рождения. Правда ли это? Во сколько лет пришли туда? Ой, 22 было мне годы. Пошли следом за родителями? Ну, да. За родителями вместе пели. Родители были в хоре, и она уже была в хоре. Мне вообще нравится народная песня. И вы знаете, я их почула первый раз в Гомеле. Я была на работе, меня прислали сюда на работу. Почула их в Гомеле, и так загорелась, так захотела к ним, что приехала с Гомеля до дома. Представляете, и там уже стала жить. До такой степени хотела к ним, хотела спевать, хотела с ними быть, ездить, показать песни. Танежанка вернула вас домой. Танежанка вернула меня в Танеж. Родин. Ну, вот сегодня у вас достаточно большие гастрольные маршруты, участие в фестивалях, какие-то концерты. Неужели после концерта к вам не подходят, скажем так, потенциальные участники с вопросом, скажите, как попасть в ваш коллектив? Вот на сегодняшний день много желающих прийти? И всех ли вы принимаете? Ну, принимаем мы все. После наших домашних концертов, которые дома, да? Да, да. Домашних. Ну, которые раньше пели, они поют. А которые сейчас это самое, то они тоже хочут. Ну, всякие причины бывают. Но у нас есть молодые, вот уже, Липская у нас уже поет хоры, Перженица у нас поет хоры, Акулич, которая раньше не пела. Вот есть же у нас уже участники, которые не были раньше. Легендарный хор, вот тот, который в 1934 году образовался, 40 человек. На сегодняшний момент Танежанка, это сколько участников? Танежанка у нас 12 человек. 12 человек, и если у меня верная информация, я посмотрел в интернете обо всем, от 30 до 80 лет. Да. Слушайте, ну такая большая разбежка в возрасте у всех участниц. Возраст песни не мешает. Вот вопрос, легко ли представительницы разных поколений находят внутри коллектива общий язык, какие-то общие интересы, ну, кроме песни, точки соприкосновения? Нормально, мы на репетиции все с одного года. Не считаем, что все становятся красивые артистки. И все, все, все робят то, что мы молодшие, так и старейшие робят. И старейшие, так и молодшие робят. Не выделяемся там, что ты это самое старейшее, значит ты нет. Коллектив, значит один коллектив. А ты помладше, ну, давай делай всю черновую работу. Загадываем так, робим хороше, не глядим на годы. Пришел старейший, старайся старейший из молодших. Ну, чтобы было хороше. Вы знаете, еще на какую особенность в Танежанке я обратил внимание? Вот 12 участниц и вот ни одного представителя из рода мужчин нету. Это вот такая женская территория Танежанка или? У нас был мужчина, даже в том году еще. Ну, его, ну, гора случилась у человека. Умерла жена, и он сейчас покуда не может. Это Кулич Михаил Федорович. Ну, уже и по годам. Но он поет отлично. Его голос, и он всю жизнь пропел своей женкой. Он тоже ходил в хор, и ходил к нам, вот в Танежанку. Но сейчас получилась такая ситуация, что человеку надо мой отдохнуть. Да, и он тоже солист. И у нас треневские все ходили, их три брата, я же говорю, и мой батюшка, и все соседи. Вот возле моего батюшка. Тогда мужчин у нас было много, даже у них был свой ансамбль. Да, мужский был ансамбль один. Вообще спевали, там и первые голоса разделялись. 12 человек был в мужском ансамбле. Ну, я-то говорю про день сегодняшний. Вот вы приехали тут дамским составом абсолютно. Я подумал, что вот это мужчины на свою территорию просто не пускаете, или... Те мужчины, которые умели спевать, постарели, а молодые с мобильниками ходят. Так надо мобильники из рук дало их себе в коллектив. Когда хор был, то были молодые, понимаете, мужчин было много. Ну, конечно, хочется мужчин. Потому что мужчины, если мужский голос в ансамбле, совсем другое звучание. Я уверен, что в вашем коллективе они скоро появятся. Ну, а пока что давайте послушаем одну из ваших песен «Хто-то у леси гукая». А после продолжим наш разговор. Кто-то у леси гукая, кто-то у леси гукая, Эмикас, кто-то у лесу гукая, эмикас, кто-то у лесу гукая. Ой, мы хлопцы бежите, ой, мы хлопцы бежите, Ваши бонни, у жите, ваши бонни, у жить. Ах, ты, михас, не бежи, ах, ты, михас, не бежи, С твоей гуни на мяши, и твоей гуни на мяши. Ех, поедешь, перимати, ех, поедешь, перимати, С твоей гуручу, о, бачи, с твоей гуручу, о, бачи. Ех, поедешь, шампали, ех, поедешь, шампали, Ко-миней-фукарши, ка-миней-фукарши, Ко-миней-фукарши. А кузечки золотые, кузечки золотые, Субтитры создавал DimaTorzok Наш эфир продолжается. В гостях у меня великолепный фольклорный коллектив «Тонежанка» из деревни Тонеж-Лилического района. О музыке не только, а наш разговор мы продолжаем. Знаете, я бы хотел поговорить о том периоде, когда в вашем коллективе работал легенда, народный артист Беларуси Михаил Павлович Дриневский. Расскажите подробнее. Ну, он работал в 52-м году. Ему было 12-м году. И он аккомпанировал в коллективе. На своем аккордеоне. Даже его не видно было с аккордеона. Это по рассказам участников. Потому что я в то время еще не была. Но это было действительно. Аккордеона ты привез его отец с войны. И был трофейный аккордеон. Вот есть ли у меня верная информация? Композиция, которая звучала до этого «Ой, кто-то у Леси Гукая» – это одна из его любимых композиций. Да. Ну, еще многое он любил песни. Потому что он… И он все Тонежские песни брал тоже в себе в репертал. Потому что он чувствовал дух Тонежуков и своей деревни. Да. И знал эту песню. И знал эту песню. И знал, как ей подать. Сколько он проработал в коллективе? Ну, где-то он проработал в коллективе, пока не кончил школу. Когда он кончил школу, он поступил, поехал учиться, и уже он в коллективе не работал. А вот сейчас я смотрел по спискам, когда ждал вас в гости, там тоже фигурирует фамилия Дриневски. Это родственники или однофамильцы? Однофамильцы. Светка, сама Кулич, Светлана – это родственника. Это, не знаю, батька его. По пацковскому роду. Батька Светин и он были двоеродными. Вот и одна фамильца. Одна фамильца. У нас же много Дриневских сели. Так что ни один Дриневский был. У нас Дриневские были и руководители нас раньше, вот, Дриневский. Владимир руководил одно время коллективом, аккомпаниатором был. Тоже Дриневский. Сегодня остались ли какие-то традиции, которые Михаил Павлович внес в коллектив? Ну, конечно. Это любить песню. Преподносить ее так, как она звучала раньше у наших бабулек. Не приуносить что-то такое сверхъестественное, чтобы не исковеркать эту песню. Вот так мы и поступаем. Он научил нас спевать так песню, как мы ее чули в моленстве. Так мы и поступаем. Как наши батьки, дяди спевали. Вот так надо преподнести эту песню. Он всегда так говорил, что не берите астраду, она вам не идет. А ведь и после того, как Михаил Павлович возглавил уже свой коллектив, вы всегда оставались с ним на связи? Всегда. Конечно. Он проезжал всегда в деревню. Даже приедет на репетицию, нам что-то подскажет. Где-то что-то уберет. Это не надо. Ну, был, кстати, помощник. Вы неоднократно становились обладателями дипломов фестиваля, который называется «Гэйт Диун Испеу с глыбинь народных». Расскажите немного об этой фестивальной истории. Ну, проишло, уже у нас в районе прошло шесть фестивалей. На первом фестивале наш коллектив заработал лауреата. Потом два фестиваля диплом первой степени. Считайте, три у нас лауреата и три дипломы первой степени. Мы не были никогда, чтобы где-то что-то не заработали. Мы всегда старались так пропеть, чтобы мы вышли, чтобы нам не стыдно было. Да. Обязательно. Сидите, жиры, наш земляк. И нам показать эту песню Зусима Буякова нам не позволяла совесть. Мы ей репетировали день и ночь. Только чтобы у нас хорошо получилось. Ну, а скажите, когда вот он приезжал или после каких-то фестивальных дел часто заходил в гримерку и часто ли, скажем так, по-доброму устраивал разбор полетов? Ну, бывало, давал замечание, что вот не надо это. Вам вот эта песня не идет, вы ей не берите. Берите то, что у вас получается. А то, что не получается... Кстати, а что могло не у вас не получиться, расскажите. Ну, бывало, возьмем такую песню, которая... В обработке. В обработке, понимаете, обработана уже. Уже все. Вы сразу заметите, что эта песня, это не для вашего коллектива. Давно песен не было и у нас в эфире. Буквально несколько слов о композиции у Городи Верба Росла. Это тоже тонежская песня. Это тонежская песня. О чем она? О судьбе девчины. Которую сравнивают с Вербой. Да. Давайте ее послушаем, потом продолжим наш разговор. В городе Верба Росла В городе Верба Росла Там стояла девка красна. Она красна, щей красива, она красна, щей красива. Ее доля не счастлива. Ее доля не счастлива. В городе Верба Росла В городе Верба Росла Росла В городе Верба Росла aik. В городе Верба Росла αι. Ориенство 1 И друг друга любить будут. И друг друга любить будут. И друг друга любить будут. Основная идея и задача у Тонежанки. Не потерять коллектив. Не забыть песню ту, которая должна быть всегда в Тонежах. Которую спевали наши бабы, деды. И той старейшей коллективу, которая в 1934 году пела. Чтобы она осталась. Чтобы ей не потеряли. И в обязательном парадку передать молодым. Чтобы ее они полюбили. Потому что такой песни, как у Беларуси. Особенно наш Лельчицкий район. Такой песни, наверное, на всем свете нема. А молодых? Насколько они охотно стремятся, чтобы перенять этот дар? Я просто к тому, что вы уже упомянули. Что в мобильниках сидят. Какие им там песни? Ну, как мы проводим репетиции, то обязательно и наши молодые присутствуют. И маленькие с нами тоже. Вот мы когда обратно проводим, всегда приучают. Уже дети наши все знают песни обрадовые. Они привыкаются к этому. Потому что постоянно мы их берем с собой. Чтобы они участвовали. И они перенимают это. Охотно идут. Уже как-то стараются. Где-то на концертах. Может быть, даже на местного уровня концертах. Помогать, петь, выходить вместе с вами на сцену. Они все время с нами на сцене. Они все время с нами на сцене. Вот жаль, сегодня вы их не взяли к нам. В следующий раз возьмем и молодежь. Хорошо. Буду ждать вас в следующий раз. Но этот эфир у нас еще не закончился. В репертуаре на сегодня более 170 песен и композиций. Вот вес ли фольклорный материал вы... собрали? Или еще, скажем так, есть то, что стоит собрать, внедрить, изучить? Я считаю, что весь материал не можно собрать. Потому что песен народных бесконечно. Вот мы при заводе потом вспомним, что вот эту песню пели. Это вы говорите то, что настолько обширный и богатый материал именно в Тонеже, в Лельческом районе? В нашем районе обширный. У нас столько коллективов. И все коллективы... Большинство спевает свои песни. В своей местности. Не хватают там песни какие-то другие. Не повторяются. Не повторяются. Песен бесконечно. Потому что раньше люди... Какие-то были, понимаете, больше талантливые. Их в голове столько было тех песен. Они даже слаживали. Сами их. Да. Стала жито жать, придумляя песню. Там где-то грибы березно придумляя песню. И до такой степени тых песен у нас, что бывает вот вспоминаешь одно предложение, и уже Тамара Ивановна, а вот эта песня. Вот такие предложения. И начинаем к этому предложению. Ну, еще добавляем. И глядзи, вспомнится вся песня. А ее уже давным-давно не спела. Например, году даже и 50 не вздумляли. И вот так вот. Ну, конечно, ходим к старейшим. У них спросим, чтобы они поспевали. А они ж, як не есть, то уже трошки дальше чули эти песни. З глибин тых далеких. Ну, и таким чином мы, считайте, собираем их, добавляем. Я просто вот к чему раньше были, знаете, такие фольклорные экспедиции, которые выезжали, ездили по деревням, поселкам большим и малым, собирали весь этот фольклор. Сегодня остается время на сбор песенного материала? Вы знаете, у нас уже теперь их столько собрано, что их и не треба собирать. Их только треба обновлять, где-то что-то забыло, вспоминать. И до такой степени это будет до бесконечности, что мы не переспеваем даже за свою жизнь. Ну, так не только собирать. Нужно и народу это все показывать. Так мы же его и показываем. Нам приезжать много экспедиций. Вот в этом году не было. А те все годы и с Минска, и с Института культуры приезжали, и с других учреждений приезжали, которые вот занимаются фольклором. У нас очень было богато. И с Гомеля были экспедиции, студенты тоже приезжали. Неоднократно. Приезжали много-много. И мы не жалеем. Берите, только пойте. Чтобы она не лежала в ящику. Пускайте ее дальше. Хайна идет. Следующая композиция, которая прозвучит в исполнении вашего коллектива, называется «Ой, у леса на аресе». Про что? Это веснянка. Это на гукане весны. А, то есть актуальна сейчас, чтобы поскорее пришла весна. Да. Мы когда вот оробили чирочку, мы эту песню тоже пели. Эта песня в нашем репертуаре. Сабарадова, Сабарадова. Давайте звать уже весну, скорее уже Андела, в зимние куртки, если честно, ходить. Так мы в то воскресенье гукали ее. У нас было около 150 человек. Ходили на Чернецовские горы. Все село обошли. И там на горе гукали весну. Я очень надеюсь, что вашим приездом к нам на программу «Добрый вечер, Гомель» на музыкальную среду вы также весну, ну скажем, привезли ее с собой. «Ой, у леса на аресе» продолжает наш эфир, после продолжим наш разговор. «Ой, у леса на аресе» два куча ревьются, два куча ревьются, два куча ревьются. А за нашу югалечку два хлопчики бьются, два хлопчики бьются, два хлопчики бьются. Вы не бейтесь, не сваритесь, я вас двоих люблю, я вас двоих люблю, я вас двоих люблю. Одному я ручку подам, за другого пойду, за другого пойду, за другого пойду. «Ой, у леса на аресе» тетера зависла, тетера зависла, тетера зависла. «Ой, у леса на аресе» тетера зависла, тетера зависла, тетера зависла. «Ой, у леса на аресе» тетера зависла, тетера зависла, тетера зависла. Ох, друзья, надеюсь, что эта песня поможет приблизить весну, и мы поскорее с вами выйдем на улицу с улыбками весеннему солнцу и первой весенней зеленой траве, и поблагодарим коллектив «Танежанка» за то, что они нам в этом помогли. Вот о чем еще хотелось бы с вами поговорить. Творчество, песни – это, конечно, все, безусловно, хорошо и здорово. Расскажите, а чем артистки из Тонежа занимаются в свободное от песен и обрядов время? Работы в селе море. Весною сажают, летом полют, осень выбирают. А что кроме этого, у нас все участники нашего коллектива вышивают, вяжут. Вот это я о том... А еще ягоды, грибы, как мы говорим, черницы, лисицы, журавины. Это же требует все позбирать. Вот я просто о том, что сам не понаслышке знаю, что же такое жизнь в сельской местности. Я просто удивляюсь, или у вас в сутках 48 часов, или как вы правильно распределяете время. Расскажите этот секрет. У нас 25, на один часик больше и все управляются. Я знал, что что-то здесь не просто так. Про костюмы вы сказали, что декорируете сами. Вот это все убранство не уже ни дизайнеры, ни какие-то специальные артилины. Ни какие-то специалисты. Это наши бабульки так у нас понаучивали. И у нас такие костюмы очень шеют. Нашилки. У нас очень хорошо вышивая, это Малиновская Галина Васильевна. Она помогает нам в клубе. Если где-то мы не успеваем, значит она нам вышивает. Деткам мастер-класс задает. Деткам мастер-класс робит всегда. Детей учит, чтобы вышивать. То есть и песни передаете своим же, и традиции по вышивке костюмов тоже передаете своим же. Никуда за пределы тонежа, но только если экспедициям каким-то. По городе приезжайте и вас усе научим. Окей, хорошо. Ишла девка жита жать. Следующая композиция. Давайте ее исполним. Ишла девка житта жать. И забыла житта взять. Жаль бы мне на козака, Жаль бы мне на его. Постоптала гоп-чаровички, Ходячи до его. Постоптала гоп-чаровички, Ходячи до его. Жаль бы мне на козака, Жаль бы мне на козака, Жаль бы мне на его. Постоптала гоп-чаровички, Ходячи до его. Пошел хлоппец по чатно, Постойте в торго часок. Жаль бы мне на козака, Жаль бы мне на его. Постоптала гоп-чаровички, Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну а мы продолжаем наш великолепный вечер в великолепной компании с прекрасными, душевными, колоритными и уникальными песнями. В вашей творческой биографии огромное количество конкурсов и фестивалей, и вы продолжаете принимать в них участие. Вот есть ли какие-то фестивали, которые, скажем так, наиболее близки сердцу, наиболее, скажем так, значимы в творческой биографии Танежанки? Ну это, конечно, наш фестиваль, который в районе проводится, этот дивный спец главный народный. Потом Зоополесья тоже проводится в нашей области, в Петриковском районе, на которых мы каждый всегда участвуем. Потому что мы не можем, если мы не поедем на фестиваль. Ну без вас фестиваль будет уже совершенно другим. Да. Да и мы не представляем. Я к этому и туда не попаду. А вот смотрите, вы были участниками международного фестиваля, который называется «Самые старые песни Европы». Да, это было в Москве. Расскажите, как европейская публика приняла тонежских артисток? Что говорили за кулисами? Это было в Польше, это не в Москве было. А да, это в Люблине. Это в Люблине было. В Москве был фестиваль майской ансамблеи. Мы тоже были там. Но в Люблине, конечно, после наших песен поднялся весь зал. Вот представьте. И сканировал. И сканировал. Потом все вышли с розами, а уже в конце, когда мы со сцены слезли, вся молодежь, что удивительно, наших всех бабулек расцеловала. И забрала всех бабулек, и мы им давали мастер-класс народным танцам. Целую ночь учили их танцевать. Целую ночь танцевали, их народных танцев учили. То есть теперь про тонежских коллектив, про тонежанку знает вся Европа. Ну да, имперед тоже же мы были. Мы были еще раз в Курске. Там вообще коллектив с нами дружит. Малые же мирнята. Мы им тоже песни передаем. Они от нас научились таячку. Мы даже на польской сцене исполняли вместе с ними таячку. А когда приехали к нам, мы в нашем клубе спели вместе с теми детками-жиммернянцами, ансамблем, и наши все участники. Звучание было отличное. Дали целый концерт. На песне у нас записали целый шиток. То есть продолжается международный обмен опытом. Вот даже сейчас в условиях пандемии продолжаете общаться, какие-то связи поддерживать с этими коллективами? Вот в этом году не были, никто не был у нас. В том году мы... Ну есть же интернет, есть инстаграм, есть ватсап, другие мессенджеры. По телефону говорим, в интернете общаемся. Не сказать, что сейчас такая ситуация, что... Ну не хочется. Выезжать. Рисковать. Да, рисковать. Ну очень надеемся, что ситуация в скором будущем изменится в лучшую сторону. Уже отменилась, и мне кажется, уже лучше. Конечно, по-другому быть не может. Песни не хватает в нашем эфире «Пасею деду Гречку». Следующая композиция, несколько слов о ней, как она появилась, о чем она? Это шуточная песня. «Як баба затуркала своего деда». Так. Ну, давайте послушаем. Песня «Пасею деду Гречку», бабашка же «Мак». Баба затуркала своего деду Гречка «Мак». Зловим, зенка «Рипа». Бабашка же «Рак». О-о-о, жутка моя, нехай будьте волят вы. Нехай так, нехай ща, нехай будьте «Рипыра». Нехай так, нехай ща, нехай будьте «Рипыра». Забим, зенка «Лутку». Баба каже «Рак». О-о-о, жутка моя, нехай будьте волят. Нехай так, нехай всяк, нехай будьте «Русский грак». Нехай так, нехай всяк, нехай будьте «Русский грак». Ой, Боже мой, Боже, что б я наробила? Без твоего мужика, дурак вам дробила. Без твоего мужика, дурак вам дробила. Баба каже «Русский грак» О-о, жутка моя, нехай будьте волят вы. Нехай так, нехай ща, нехай будьте «Русский грак». Друзья, ну а наш вечер продолжается. В гостях у нас великолепный коллектив «Танежанка». Кстати, кстати, совсем скоро, буквально через три года коллективу исполняется 90 лет. Уже думали, как будете праздновать, кого позовете, какую программу будете представлять? Ну, конечно, все будем петь народные песни наши. Вспомним те давнешние, поэтапно. Пригласим всех желающих с нашего района. Но кто-то захочет, например, приехать из другой страны. Тоже мы не против, пускай проезжают. По городе, да. Да. Ну, а программу, конечно, будем составлять. Заранее. Думать, последний год будем работать досконально над программой. Ну, нужно, чтобы готовить собрать все лучшее за 90 лет историю. Да, да. Ох, нелегкий, но крайне увлекательный труд получится. Да, что нам там зародить в конце? Да, реперсиар у нас хватает. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что этим вечером вы приехали к нам в гости. Рассказали много удивительных историй, исполнили много великолепных композиций. Спасибо вам огромное. И жду в честь 90-летия Танежанку снова к нам на добрый вечер, Гомель. Обещайте, что приедете. Спасибо, что пригласили, конечно. Конечно, отказать нельзя. Это была «Музыкальная среда». Легендарный коллектив Танежанка был у нас в гостях. С вами же мы увидимся как всегда на телеканале Беларусь 4. А на сегодня все. Удачи вам. Пока. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А я молода, неленивая была, Неленива, тороплива, шесть загадливая. Коплю мешки, да заим вешки, А мой муженек работяженька, Работал, работал, работяженька, Работал, работал, работяженька. Субтитры создавал DimaTorzok